Я зашла в сториз в инстаграм. Давно меня здесь не было. Сейчас посмотрим, какие упортости он нам предлагает. Поехали. Это что? Смотрите, у меня даже рука с моим лицом как не сочетается. Она как будто от другого человека. Господи, какая упорная жесть. И вы действительно встречаете в своих сторизах людей, которые накладывают вот эту литу. Меня просили не материться, но я не могу на своё лицо. Всем привет, меня зовут Наталья и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами продолжим говорить о зависимостях от социальных сетей и смартфонов. И сегодня я для вас совершенно без макияжа. Это по теме. Я обычно для съёмки использую самый простой свой повседневный макияж, а сегодня решила быть совсем без него, чтобы подчеркнуть тему сегодняшнего видео. Только последний год-два как у меня наладились отношения с моим лицом в объективе камеры. И для этого мне очень помогли мои влоги, которые я снимала ещё полтора года назад. Именно они помогли мне, и именно для этого я их начала снимать, чтобы снять напряжение между тем, какая я есть на самом деле и какой я себя вижу в своих влажных фантазиях. Мне эти влоги очень помогли, и поэтому теперь я перед вами совершенно спокойная, с той кожей, с теми чертами лица, с теми волосами и с той укладкой, которая как проснулась, так она и есть. И я считаю, это окей. Но я не справилась бы с такой проблемой, как восприятие своей внешности на камеру, если бы продолжила вести Инстаграм. Потому что то количество упоротых масок, корректирующих внешность, которые там есть, к принятию себя, точно не ведут, а наоборот отводят в другую сторону, в лес тёмный и густой. Чтобы сделать крутую фотографию для социальных сетей, чтобы эти танцы залайкали, залюбили, мы выбираем правильный ракурс, ставим правильный свет. Ещё чуть не забыла сказать про три слоя штукатурки. Накладываем на себя цветокоррекцию, а сверху ещё упоротую маску Волан-де-Морта. Такую, что у вас сглаживается всё, глаза яркие, зубы белые, губище во, глазище во. Такие маски из любого дальнобойщика Василия сделают королеву красоты и кекс-символа. Но у блогеров и не только. За всеми этими слоями, которые я перечислила выше, ещё литры гиалуроновой кислоты и ботекса. У меня у самой есть 2 мл в моих губах. И если я наложу ещё поверх ещё маску, то мои первоначальные губы и итог, которые увидят в социальных сетях, это будут вот такие вот пельмешки, мечта любой доморощенной богини. Буду ли это я? Нет. Я и так переживала от того, что какая я дура, зачем я это сделала. Теперь я не жалею, но всё-таки это изменение своей внешности. И они качают себе скулы, вытягивают всё, подтягивают, делают эти упорутые лиси глаза, ещё сверху эти маски. В итоге эти фотографии, эти сторис не имеют никакого отношения к реальной жизни, а только к нашим психологическим расстройствам. То, что мы выкладываем эти фотографии на всёобщее обозрение, это полбеды. И чёрт бы с ним, что люди видят нас не такими, какие мы есть на самом деле, проблема главная в том, что это ты видишь себя не такой, какая есть на самом деле. И запоминаешь, привыкаешь к такому образу. Ты видишь себя чаще на сторисах и своих постах, перелистывая их каждый день и считая там охваты, лайки и комментарии. Ты видишь себя чаще там, чем в зеркале и на случайных фотографиях, которые сделали твои друзья или знакомые. Ты выучиваешь, ты запоминаешь свой новый образ, в который хочешь верить. Ты выучиваешь свой новый образ и начинаешь верить в него, потому что мы верим только в то, во что хотим верить, видим только то, что хотим видеть, слышим только то, что хотим слышать. Это три когнитивные ловушки искажения восприятия реальности. Вспомни, как яростно ты удаляешь все свои неудачные фотки с телефона, а тем более с телефонов других людей. И если какая-то фотка получилась неудачной, на твой взгляд, ты кричишь на всю Ивановскую, удали, 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 плохая фотка, я здесь не получилось, я здесь плохо выгляжу. Ты так выглядишь, ты так выглядишь, тебя так видят люди, ты такая. Пусть фотка неудачная, там ракурс, у тебя там второй подбородок вылез, но ты более такая, чем такая, как вот в своих социальных сетях. Но истерику бьем нешуточную, психуем нешуточно, в депрессии впадаем, плакаем. И сейчас я вам расскажу очень интересный факт. То, что организм стремится к энергосбережению и принятию простых решений, я вам уже говорила не единожды. Но, что интересно, если можно что-то сымитировать, то зачем это делать? Именно такая политика у нашего мозга. Другими словами, имитируя роскошную жизнь в Инстаграме и получая за это обратную связь в виде лайков, комментариев, охватов, просмотров, завистливых сообщений от друзей и знакомых, мы теряем реальную мотивацию к достижению целей. Об этом никто не задумывается, но именно так работает наша система восприятия мира. Зачем тратить энергию, если можно сымитировать? Зачем ухаживать за своей внешностью и тратить ресурсы, время и энергию на то, чтобы справиться со своими прыщами? Зачем принимать миллион энергозатратных решений, если можно за несколько кликов в фотошопе это всё убрать, выложить, и вот ты прекрасна? Да, это не имеет никакого отношения к реальности, но для твоего мозга это работает. Человеческий организм, его психика, его мозги, они не стремятся к счастью. У нас нет такой эволюционной задачи быть счастливыми. Это мы уже культурологически придумали всю эту историю. Гоняемся за этим счастьем. Но наше тело, наш мозг за ним не гоняется. Оно гоняется за выгодой в виде размножения, еды, поощрения со стороны соплеменников. И вот если ты это поощрение уже получила в виде лайков, комментариев, да, ты лежишь, грустишь и плачешь. Тебя одну только секунду будут радовать вот эти лайки, что «Ой, ты такая красотка», но потом ты подходишь к зеркалу и готова волосы на себе драть, потому что ты себе не нравишься. Но ты уже потеряла мотивацию для того, чтобы работать над собой, потому что ты уже получила то, что могла получить в социальных сетях, вот это вот какое-то вот одобрение, что ли. Итог. Если можно сымитировать что-то, мы это имитируем, но мотивацию к реальному достижению этой цели мы теряем. Так работает наша психика. Однажды я листала свои фотографии, всякие разные, и удачные, и неудачные, и напала на стопку фотографий от ретушированных, которые я раньше вкладывала в Инстаграм. И я представила себе такую ситуацию. Вот мне 70 лет. Я сажаю на колени свою пятилетнюю внучку. И она говорит, «Бабушка, а какая ты была молодая? Покажи». Что вы покажете своим внукам? Какие фотографии, какие видео из юности вы будете им показывать? Вот эти, с маской Волан-де-Морта, чье имя нельзя называть? Без носа, с вытянутыми вот этими глазами? Серьезно? Вам стыдно? Не будет? Нет? Лично я представила такую ситуацию и содрогнулась. На это видео меня вдохновили девушки-основательницы бренда Sisters Aroma. Они в своих рекламных акциях, в Инстаграме, в сторис, в видео на Ютуб не используют ретушь своей внешности. Все свои видео они выкладывают такими, какие они есть на самом деле. И я им за это от всей души респектую. Очень жаль, что мало таких осознанных и ответственных перед другими, не только перед собой, людей в интернете. Спасибо им большое за это. А вам за то, что посмотрели это видео. До скорых встреч. Пока. Вы готовы, дети? Я лично нет. Но смотрите. Та-дам! Смотрите. Что с носом? Что с носом, господи? Пуще его выше задра. Все читатели. Такой с носом. Опять-такой. Все читатели. Кстати. Автор.